В прошлых видео на этом канале мы уже рассказывали вам вскользь про 3D-трекинг в After Effects. Но в прошлом видео вы оставили просто уйму комментариев. Поэтому сегодня я решил рассказать вам про этот плагин подробнее, потому что он нереально крутой, работает очень быстро. С помощью него можно приклеить просто любой 3D-объект на любое место в вашем кадре. Всем привет, друзья! Итак, 3D-трекинг. Чтобы вы поняли, как это все работает, я решил разбить это на три этапа. Первый — это самый простой кадр, где камера проезжает около стены слева направо, и сверху над каким-то логотипом или просто на стене будет висеть то, что вам нужно. Это может быть текст, это может быть какой-то 3D-объект, это может быть что угодно, как я сказал в начале. Второй пример будет немного сложнее, потому что камера будет ездить вперед-назад в пространстве. И третий кадр будет самый сложный, мы будем использовать человека, в данном случае меня, который идет по коридору, и мы будем приклеивать какие-то предметы или изображения слева и справа на стену. На самом деле, все эти три кадра довольно легко трекить, если их правильно снять, и суммарно вы потратите на это, ну, где-то от 2 до 5 минут. То есть, как я и сказал, сначала нужно это правильно снять. Если вы будете использовать просто камеру без каких-либо стабилизаторов, у вас будет все трястись, и да, вы можете сделать это и с трясущейся камерой, но лучше всего, если изображение будет стабилизировано. И лучший способ это сделать с помощью трехосевых стабилизаторов. И мы будем использовать трехосевый стабилизатор вместе с аксессуарами от Digital Photo. Они помогают устранить вертикальные колебания до 30%. И это, наверное, самая бесящая проблема почти всех трехосевых стабилизаторов. Они не фиксируются по горизонтальной оси, то есть, когда вы ходите, вы постоянно видите эти колебания вверх-вниз, и это заставляет нас ходить как ниндзя вот так вот мягко. А эта штука помогает компенсировать это, ну, хоть и не полностью, но на 30%. И плюс ко всему, на левой и правой рукоятке у них есть дополнительная стандартная резьба, на которую вы можете крепить мониторы, микрофоны и вообще что угодно, что подходит под эту резьбу. Также у них вышел еще один новый аксессуар, который помогает снять лишнюю нагрузку с рук. У него также по периметру есть несколько отверстий, на которые вы можете крепить еще какие-то аксессуары, например, монитор, микрофон и что угодно, как и в прошлом аксессуаре. Так что, кому интересно, ссылочку я оставил в описании. Как только вы сняли ваш кадр, перетащите его на новую композицию. И в правом окне эффектов напишите 3D камень, вот он, перетащите его на ваш слой, и он автоматически начнет анализировать ваш кадр. И как только он закончил это делать, вы увидите хреновую тучу разноцветных точек на вашем кадре, и это точки трекинга. Это и есть те самые точки трекинга, за которые мы с вами будем цепляться и привязывать к ним наш 3D-объект. В этом случае вообще ничего сложного нету, потому что у нас, по сути, одна плоская стена перед нами. И как только вы наводите ваш курсор на эти точки, перед вами появляется такая мишень. Эта мишень показывает плоскость, которой будет потом привязан ваш объект. То есть нам нужна та плоскость, которая максимально приближена к этой стене. То есть перспектива должна совпадать. В моем случае идеально подходит вот эта плоскость. Как только вы ее нашли, жмите правой кнопкой мыши и выберите третий пункт. То есть вы создадите пустой объект. Вы также можете создать сплошной объект или текст, но в нашем случае лучше всего будет работать пустой объект. И если вы нажмете на этот пустой объект, перед вами появятся вот такие оси координат. И если вы будете перемещаться по этой линии времени, то вы увидите, что эта ось координат совпадает с движением вашей камеры. И для наглядного примера мы создадим новый текст. Напишем, например, smfilms. Сделаем текст белым. И сейчас наш текст это 2D-слой. Нужно сделать его 3D-слоем. Для этого нажмите сюда, затем зажмите shift и перетяните вот эту штуку к вашему пустому объекту. Произойдет какая-то неимоверная фигня. Но чтобы это исправить, уменьшите масштаб текста и поменяйте поворот вашего текста по оси X в этом случае, по оси Z, чтобы казалось, что он как будто бы находится на этой стене. И как только вы нажмете на play, то вы увидите, что уже в принципе-то все работает. Это действительно настолько просто. Это самый простой пример, но по факту вы потом можете перетащить туда какое-то изображение или 3D-модель и тоже привязать ее к этой стене. Та вещь, которую мы сейчас с вами сделали, может легко подойти, допустим, для какого-то влога или блога. Можете написать название выпуска или, допустим, там, номер выпуска. Второй кадр, как я и сказал, немного сложнее, но принцип точно такой же. Перетаскиваем этот плагин на кадр и сразу же в разделе shot type поставьте второй пункт, это variable zoom. И каждый раз, когда ваша камера приближается или отдаляется, нужно ставить этот пункт, иначе он может неправильно определить плоскость. Иногда может быть такое, что какие-то точки трекинга в кадре слишком большие или слишком маленькие. Чтобы это исправить, можно увеличить вот это значение. И также, если слишком большая цель, можно ее также увеличить или уменьшить вот здесь. Здесь точно также нужно найти подходящую плоскость. В моем случае почти никаких проблем с этим нету. И всегда старайтесь, чтобы на плоскости, к которой вы потом будете привязывать ваш объект, всегда были какие-то небольшие точки и детали. Если у вас, допустим, просто белый ровный стол, то, естественно, вы не найдете там никаких точек трекинга, и это будет выглядеть в итоге просто ужасно. Поэтому мы специально выбрали вот такой стол с текстурой, и он очень легко цепляется за какие-то точки, и, соответственно, трекинг потом будет тоже очень хорошим. Выберем, допустим, вот эту плоскость, нажмем точно так же правой кнопкой мыши, и третий пункт, создаем пустой объект. И точно так же, чисто ради примера, напечатаем какой-нибудь текст. Например, SM Films, точно так же. И точно так же увеличиваем масштаб текста, зажимаем Shift и привязываем этот слой текста к этому пустому объекту. Потом меняем поворот, как нам нужно. Допустим, мы можем сделать в этот раз его вдоль стола. Увеличим масштаб текста до того размера, который нам нужен. Например, вот досюда. И, в принципе, все, мы получили практически идеальный трекинг. Единственное, когда вы выбираете точки трекинга, лучше потом привязывать ваш 3D-объект как можно ближе к тем точкам, которые вы выбрали. Потому что он анализирует в нашем случае область именно этих точек. Ту область, которая идет за пределами этих точек, он не анализирует. Когда вы привязываете ваш объект и какие-то его части вылазят за область этих точек, вы можете получать за границами этих точек какой-то небольшой параллакс. И это будет выглядеть не так натурально. Поэтому лучше нам уменьшить немного текст, чтобы он был как можно ближе к тем точкам, которые мы выбрали. Единственное, чего здесь не хватает для некого реализма, это размытие вот этого боке камеры, который появляется примерно отсюда и вот здесь. Чтобы его сделать, нажмите на камеру, настройки камеры и включите размытие. Увеличьте немного диафрагму, чтобы мы получше это видели. Сейчас фокус стоит где-то вот здесь. Нам его нужно сдвинуть примерно вот сюда. То есть буквально, чтобы первые буквы были чуть-чуть размыты, как начало этого стола. Но появляется еще одна проблема. Когда камера двигается, точка фокуса в искусственной камере внутри программы, она остается на месте. То есть нам нужно ее анимировать. Для этого перейдите в начало кадра, поставьте кейпфрейм здесь, на расстояние фокуса. И также поставим кейпфрейм у диафрагмы, потому что здесь слишком сильное размытие, которого на самом деле здесь нет. Потом перейдем в самый конец этого кадра, передвинем точку фокуса и увеличим обратно диафрагму. И вот что мы получили в итоге. Практически идеальный трекинг. И к слову, для тех, кто новичок в After Effects, это не единственный способ трекинга в этой программе. Есть еще и другие способы. Например, вы можете трекить какую-то отдельную точку, или вы можете перейти вообще в другую программу, которая называется Moco, и более детально трекить там. Но если вы хотите приклеить какой-то текст или изображение к стене, такой способ подходит лучше всего, потому что его делать очень просто. И теперь последний кадр, как кто-то идет по коридору, и вы хотите приклеить какие-то предметы, или точно так же текст на боковые стены. Точно так же выбираем этот плагин. И я хочу приклеить что-то вот к этой стене, и точно так же хочу приклеить к левой. Опять же, заранее планируйте, куда вы хотите приклеить тот или иной объект. Потому что, опять же, если у вас мало деталей на стене, или на столе, или где-то еще, то потом программе будет очень сложно подобрать эти точки трекинга. Находим нужную плоскость, и здесь цель просто огромная, поэтому мы немного уменьшим ее размер. И вот эта плоскость идеально подходит, нажмем правой кнопкой мыши, и в этот раз выберем второй пункт. И в этом случае можете относиться к этому слою как к своего рода хромакею, потому что сейчас, сейчас поймете. Нажмите правой кнопкой мыши на этот слой, Precompose, и выберите первый пункт. Нажмите OK, потом два раза на этот слой откроется новая композиция, и это позволит нам заменить этот слой на что-либо другое. Это может быть опять же что угодно. То есть я удалю этот синий слой и добавлю сюда, допустим, логотип. Потом возвращаетесь обратно в эту композицию, и логотип, или то, что вы там у себя поставили, автоматически появится на этой стене. Опять же, это не супер реалистично, но сейчас я специально не вникаю в какие-то детали. И допустим, я хочу приклеить что-то еще, но на левую стену. Снова выберите нужную плоскость, нажмите правой кнопкой мыши, точно так же создайте новую композицию. Откройте ее, удалите этот слой, и поставьте еще что-то сюда. Например, фотку Влада. Идеально, а? И также поставьте отметки вот у этих слоев, и нажмите здесь. Это размытие движения с ним будет выглядеть немного реалистичнее. То есть то размытие, которое получается при движении камеры вперед, оно будет совпадать и на этих объектах. Да, это не супер реалистично, но если вы хотите, чтобы мы рассказали вам, как сделать то же самое, чтобы казалось, что предмет на самом деле как будто бы стоит в кадре, и зритель не понимал, что это на самом деле графика. Например, некоторые такие вещи мы делали в нашем короткометражном фильме «Порог». Можете нажать сюда, посмотреть в этом видео. Мы рассказываем про все визуальные эффекты, которые мы делали в этом фильме. И там как раз есть тот способ, как привязать какие-то 3D-объекты или фотографии в ваш кадр, и чтобы казалось, что они на самом деле там находятся. А если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, ставьте колокольчик, и увидимся в следующем выпуске. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!